здравствуйте в эфире итоги недели свой взгляд сегодня мы расскажем вам о том как прошел город прошлую трудовую неделю как провел праздничные дни но если конкретнее то остановимся на том почему нас не любят почему весь мир против нас почему власть в немилости пока от нее и пригубят запах дня 9 мая он такой разный у кого и чем он пропах куда себя деть ну и кто в мэры и почему у нас не все праздники в заслуженном почете но об этом и разном другом в наших итогах недели и итак в эфире итоги недели свой взгляд почему не любят русских почему весь мир против нас об этом мы начали рассуждать и искать ответ на клубе респект на прошлой неделе в городской библиотеке ну и продолжая тему хочу сказать что русские мы да легко можем сделать то что пришло нам в голову буквально пять минут назад сказать и тут же сделать к примеру наша еще одна черта мы долго запрягаем но какой русский скажите мне не любит быстро езды но зато опять же с другой стороны давайте сравним улицы предположим нашего городка и провинциального городка но где-нибудь в италии к примеру сравнение будет отнюдь не в нашу пользу вопрос конечно здесь не столько во власти сколько у нас самих наших привычках страна наша красавица с богатой территории ископаемыми топливной энергией лесами пахотными землями всем чем может быть что может быть использована для развития экономики европы же испокон веков хотела все это загробастать подчинить на самых сильных моральные физические людей своей воли вот как раз на эту силу духа и сплоченность этот патриотизм уж какой есть но он есть и мы в этом очередной раз убеждаемся за эту любовь к своей родине родной земле нас так и не любят не любят поэтому потому что мы другие и шляпка наших гвоздей вбиты прочно шляпки нашего день надежно держит конструкцию они же все идут и смотрят в одну сторону по крайней мере пока в рот американцам а у нас свой путь свои устои свой непокоренный дух который раз за разом сводит и сводил все их планы на нет а когда не удался их другой план уничтожит нашу страну изнутри то они стали ненавидеть нас еще больше но это вопрос отношений между государствами для того чтобы двигаться да еще и шире шагать нужен враг тогда поступательное движение становится четче шаги шире ну и вот этот вот как раз гнилась и дух общего сговора их окрыляет питая вот этим ложным чувством превосходства чем они сейчас живут и питаются что и делают теперь им важно показать что россия страшная страна которую следует бояться и таким образом объединить свою нацию о чем эта песня плакучих берез мелодия полная света и слез о родине только о о родине о чем за холодным гранитом границ тоска улетающих на зиму птиц о родине только о родине в минуты печали в годину невзгод кто нас приголубит и кто нас спасет родина только лишь родина кого в лютый холод нам надо согреть и в трудные дни мы должны пожалеть родину милую родину когда мы уходим в межзвездный полет о чем наше сердце земное поет о родине только о родине живем мы во имя добра и любви и лучшие песни твои и мои о родине только о родине под солнцем палящим и в снежной пыли и думы мои и молитвы мои о родине только о родине и 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 так итоги недели в эфире свой взгляд от общих рассуждений к частым попробуем теперь о внутреннем разобщении в сеть продолжает изливаться негатив то на одну власть то на другую то на обе раз нам похоже можно втюхивать любую туфту и мы все схаваем как говорится да people все схавает многие из нас не знают экономики мы не умеем проверять факты верим на слова ну кто-то что-то услышал и воскликнул да не может быть как не может в интернете написали нам при нашей доверчивости можно гнать любую чушь причем при этом если вы чиновник и вам удалось пробиться в этой жизни вы не хотите сдавать позиций а что до народа то многим глубоко все равно ведь всегда намного проще предположим воровать качать природные ресурсы чем реально работать во благо других те кто оказывается волею судьбы на вершине мира и правит за счет молчаливого согласия и безразличия собственного населения разве будут хорошо относиться к этому народу такие хорошо относятся лишь бездарям поющим с чужого голоса это уже вопрос внутреннего разобщения мое личное мнение заключается в том что мы по сути сами сами позволяем им так с нами поступать значит ли это что корень наших бед нас самих я думаю что да поскольку не стоит забывать что любую власть мы сами пускаем к власти что она правит все-таки с нашего молчаливого согласия и ведет себя так как мы ей сами и позволяем да кстати а а сами то мы что-то сделали чтобы сегодня было лучше предположим да чем вчера и так в эфире итоги недели свой взгляд город отметил день победы люди реально соскучившись по такому нашему лучшему главному празднику отметили его массовостью настроение припойгинтости и значимости было не занимать такого единения давно не было так мне показалось колонна бессмертного полка растянулась аж с площади юбилейной до главной городской более четырех тысяч встали строй бессмертного полка портретов которые несли потомки участников войны было еще больше потому как некоторые несли по два три даже четыре портрета своих воевавших родственников дух праздника висел в воздухе ощущался в каждом вздохе из колосе нынешние мероприятия по высказыванию жителей отличались подготовленностью и продуманностью праздничностью был наполнен конкурс строевой подготовки среди юноармейских отрядов с 5 по 6 мая школьники обихаживали памятники воинам готовясь к празднику слеза во время исполнения песен военных и послевоенных лет вызвал муниципальный хор владимира грозина приятное чувство оставил вальс победы необычное зрелище реконструкции боя по взятию берлина подготовленной отрядом память вместе с другими коллективами в городском парке это была литературно-музыкальная постановка мая 45-го года ребята показали солдатский привал и реконструкцию военного боевого сражения участники воспроизвели военный госпиталь их у нас как известно в военное время было 4 развернуто и тем не менее наш праздник в россии был наполнен запахом ну я бы сказала духов парфюма радости конечно со слезами на глазах а их праздник на украине наших боевых солдат и офицеров потом и порохом пожелаем им удачи трогательным скорбным моментом нынешнего митинга в обелиска славы стало вручение ордена мужества родителям алексея севца молодой человек служил по контракту и погиб 6 марта этого года во время специальной военной операции на украине на старт трех забегах по малому кругу и в одном забеге по большому кругу 74 эстафета вышли 29 команд больше кстати сказать чем в последнем 2019 году на забегом легкоатлетов подготовили девять школ 4 промышленных предприятия 4 профессиональных образовательных учреждения 2 спортивных общества после длительного перерыва участие приняла команда в забеге и ссылка цемент и так итоги недели свой взгляд сегодня с вами снова к теме власти все замечания предложения которые озвучиваются в социальных сетях принимаются и обрабатываются пишет на своей страничке в соцсетях глава городского круга роман валов ремонты планируются исходя из количества денежных средств пропускной способности и ветхости дорог и тротуаров пишет он соступлением теплой сухой погоды и запуском асфальтового завода начались работы по ремонту автодорог и обустройству грунтощебеночных дорог грунтощебнем отсыпается переулок западный пишет глава микрорайоне кранового завода и а дорога на кладбище в селе маханове работы выполняют подрядчики андрей пенегин и роман вотинцев роман отсыпает дороги в селе на пушминском на улицах пушкина и набережной а в городе ямочный ремонт ведет горку мхоз и роман вотинцев кроме того глава вместе с начальником управления муниципального заказчика ларисы шумихины и главным редактором газеты знамя победа леси салтановой побывали на полигоне твердых коммунальных отходов узнали какие работы выполнены опять же пишет слова дословно буквально по лицензированию деятельности обустройству объекта как организован прием твердых коммунальных отходов какие перспективы строительства мусора сортировочного комплекса готовим развернутый ответ говорит роман юрич на обращение жителя по этому вопросу а василия одекова я имею ввиду наш мусорный полигон вот об этом пишут на своей странице глава он юрич волос куда себе деть чем заняться на пенсии подсказка для молодых и не очень пенсионеров три года назад казалось как оказалось как нельзя кстати весной девятнадцатого года открылся клуб где многие из тех кому не по нраву сиденье у телевизора на диване нашли себя за эти три года участники клуба где только не побывали всегда впечатляет отдых на природе с этим все согласятся и зимой и летом с конкурсами тем более играми танцами и шашлыками накануне майских праздников участники клуба отрада именно о нем я сейчас говорю вышли на субботник на предложение вычистить территорию озера лебяжье откликнулись буквально все и собрали больше десятка мешков мусора может к озеру теперь снова будут прилетать лебеди было бы здорово и это озеро снова станет любимым местом отдыха а не вонючий свалкой отходов от горя походников клуб отрада на субботнике на лебяжьем озере мусора здесь конечно очень очень много фронт работы большой разбрелись по всему лебяжьему озеру по всему по кругу вот уже кучку вот эту вот собрали прибрали все разбрелись по всему лесу но убираем мусор стараемся до чисто молодцы вообще обобщая тему скажу что у нас городском округе пенсионерам тем которые конечно активны по своей внутренней сути а скучать никогда с десяток клубов спортивных секций хоры куда угодно записывайся ходи и получай удовольствие и приятные эмоции ну и наконец итоги недели короткой строкой пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии предположительно на 8 9 процентов но скорее всего пишут что это будет 9 процентов при этом самим пенсионерам никаких заявлений писать не нужно точный размер увеличения выплат пока обсуждается но предположительно я уже сказала насколько и когда скорее всего в июне 11 мая прошло внеочередное 63 заседание дома городского округа с повесткой где рассмотрели протест городского прокурора он был конечно же удовлетворен все депутаты проголосовали за все кто был на заседании а заключается этот вопрос в том что заявившемуся на должность главы не надо будет предоставлять справки о доходах расходах самих кандидатов и их родственников не надо будет справку об имуществе за границей не нужны также будут и медицинские справки о состоянии здоровья это конечно значительно облегчает процедуру или может быть наоборот осложняет но это кому как видимо для кого как взяли документы но похоже еще не подготовили и не сдали в комиссию желающие примерить кресло мэра скоро мы узнаем эти фамилии остается буквально время до 18 мая взрослой области начала работать мобильное приложение берегите лес когда любой очевидец сможет сообщить о пожаре спасатели будут сразу определять геопозицию возгорания и выезжать на место накануне майских праздников палеотивном отделении больницы а вы знаете что там находятся больные с тяжелыми заболеваниями а часто неизлечимыми прошел праздничный концерт программу подготовили и провели студенты медицинского колледжа совместно с преподавателем татьяны волковой но это реальная вот помощь волонтерство в полном смысле этого слова в прошлое ушел отопительный сезон но это ненадолго лето пролетит быстро и середина сентября начнется новый отопительный сезон новая подача тепла а пока коммунальчики будут готовить сети к приему нового тепла ну читайте объявление о том что когда на вашем доме будет назначен день опрессовки потому как надо следить за протечками труб и регистров в этот день будет дано давление мощнее чем обычно для того чтобы проверить все трубы и регистры на протечки накануне праздников на экскурсии в одном из кать в одной из котельных города побывали школьники полезность подобных мероприятий конечно очевидно ребята даже представить себе не могли что они увидят отопительные котлы которые вообще отапливают дома школы больницы аптеки там величиной эти котлы буквально чуть ли не с двухэтажный дом этих очень удивило конечно узнали какой это ответственный труд доставлять тепло до каждой квартиры класса больничной палаты насколько важно беречь тепло вот это я бы отметила особо городские бани закрываются с 18 мая в связи с тем что городская котельная номер один как раз та на которые были деятельные экскурсии она то и подает тепло и горячую воду в бане поэтому бани тоже будут закрыты и откроются 1 июня на день раньше обещанного вывезли военную технику из города но даже за этот сравнительно недолгий период дети успели насладиться я думаю в полной мере увиденным важное настроение кстати сказать которая военная техника привнесла в город в эти предпраздничные и праздничные дни с 1 сентября нового учебного года министерство планирует образование имею ввиду усилить историческое просвещение школах давно пора я бы сказала сами руки истории будут идти в том формате в котором и проходят по словам министра просвещения сергея кравцова с первого класса будет усилена историческая составляющая школьники будут обсуждать историю и знакомиться с историей своего края семьи школы а с началом каждой новой недели да мы уже об этом говорили будет исполняться государственный гимн надеюсь прошлые выходные в прошлые выходные и праздничные дни все хорошо отдохнули а следующие длинные выходные а будут в июне с 11 по 13 число ну повод это празднование дня россии 12 июня 12 мая те кто вспомнил об этом дне поздравили медсестер ну или медбратьев с международным днем медицинской сестры а его впервые отметили в 1974 году кстати сказать смотрите нашу встречу с главной медсестрой районной больницы наталья бархатовой в интернете замечательная женщина я бы сказала и сын у нее пишет музыку случайно узнала сам сочиняет и исполняет на электроинструментах несколько раньше 28 апреля отметили свой пока еще молодой праздник профессии настоящие солдаты я бы сказала медицинской службы работники скорой помощи сколько их у нас городском округе опытных стажистов ветеранов службы заслуженных пусть даже не по званию а по душе по отношению к людям и людей к ним которым приходили на помощь спасали и спасли низкий всем поклон всем кто уже заслужил отдых и кто сегодня еще на службе ковид переросший в пандемию стал для них как и для других работников здравоохранения испытанием на прочность под напором к вида надо было выстоять но и сами работники скорой помощи не по разу болели выходили едва встав на ноги снова в строй вставали сотрудники и специалисты службы скорой медицинской помощи первыми приходили на помощь и делали все что могли схватки сил способных противостоять всегда оказывалось к сожалению меньше чем самих больных их ругали я имею ввиду медицину всю а они держались работники скорой из последних сил как могли да так было в пятницу свой день отмечали золотые и серебряные супружеские пары чистование организовал комплексный центр обслуживания населения четыре пары были награждены медалями области совет да любовь о пожарах трижды выезжали пожарные на тушение травы и на прошлой неделе горел дом в селе маханове дом и баня в городе автомобиль в селе филатовском было составлено кстати сказать три протокола на физических лиц и один на юридическое лицо за несвоевременную уборку мусора сухой растительности и покос травы на своих земельных участках силы сотрудников сухоложского лесничества были брошены на тушение крупного возгорания в районе села таушканского пожар там длился буквально целых четыре дня ночи ну к счастью дождь и усилия лесников конечно же способствовали снижению пожарной напряженности но в нынешний понедельник прошла антитеррористическая тренировка в гимназии номер один с эвакуацией всех взрослых конечно же школьников ну и наконец под занавес у нас в россии власть не любят возможно и не за что любить но только от нее пригубят и все готовы ей простить это все на сегодня все наши новостные ленты новые проекты и много другой полезной информации в эфире кабельных уральских сетей на кнопки 21 либо 23 нас можно также смотреть у оператора кабельной сети конвекс на канале тут 193 либо 197 кнопка где нас могут видеть жители 12 городов можно смотреть нас чтобы не пропустить и узнать новости раньше других и в собственном телефоне мы во всех самых популярных соцсетях ну и до следующей встречи не терпите неудобства давайте вместе улучшать нашу с вами жизнь но прежде чем попрощаться хотела бы еще раз напомнить что в следующем году нашему городу исполняется 80 лет давайте взглянем на него глазами ровесников города но и не только но и до следующей встречи да и кстати с 1 июня у нас меняется режим работы мы выкладываем все свои новости и передачи на наши самые популярные страницы в соцсетях трансляцию в кабельных сетях мы возобновляем с 1 августа до свидания до новой встречи ах как хочется вернуться ах как хочется ворваться в городок на нашу улицу в три дома где все просто и знакомо на денек где без спроса входят в гости где нет зависти и злости милый дом где рождение справляют и навеки провожают всем двором и и Субтитры создавал DimaTorzok